Радиокнига памяти Радиокнига памяти Радиокнига памяти Радиокнига памяти Да, мы рассматривали даже в прошлом и в этом году выход в другие регионы, у нас были предложения, но в данный момент мы все смотрим, все считаем, исходя из экономики. Исходя из экономики и логистики, такие планы есть, если будут интересные предложения, будет интересная экономика, то да, мы готовы это делать и, естественно, сделаем. Нужно сказать, что в компании вы работаете... С 2003 года. С 2003 года вообще нефтяник во втором поколении. Да. Наверное, и там благодаря вашим родителям вы можете эту сферу обозревать на протяжении периода гораздо дольше, чем ваша собственная жизнь, получается. Вот расскажите, как было тогда и как есть сейчас, потому что путь пройден достаточно большой от страны, где были единицы автомобилей, просто до какого-то сумасшествия. И вот мы сейчас все тут обсуждали перед эфиром пробки, в которых все стояли, даже я пешеход. Да, конечно, мир не стоит на месте, все бурно развивается, особенно в последние десятилетия. Ну, что касается второго поколения, то да, мой отец был нефтяником, но он непосредственно работал с геолого-разведчиками, он занимался с ними поиском новых месторождений нефти и газа в Восточной Сибири, ну, конкретно в Иркутской области. То есть он непосредственно был связан с бурением скважин и поиском новых месторождений. Вот, я видел все это, как происходит, я даже побывал с ним на Буровой, жил там целый месяц, будучи еще ребенком. Впечатление, конечно, море, это на всю жизнь. Вот, что касается развития именно автозаправочного бизнеса Дунда, конечно, я видел, когда был ребенком, как это было тогда и что сейчас из себя представляет автозаправочная станция. Конечно, все радикально поменялось в лучшую сторону, стало больше машин, стало больше предложений на станции, выбор нефтепродуктов стал шире, раньше был только там 76-й. Моя специальность уже была непосредственно связана с эксплуатацией нефтебаз, нефтепроводов и газонефтепроводов, это система Газпрома, Транснефти и система нефтепродуктов обеспечения, в которой я как раз и работаю. Что касается работы в компании, то... Вот вы пришли 23 года, она уже к тому времени существовала. Да, она уже существовала, уже нефтепродуктов обеспечения развивалась. В 2003 году я пришел на должность директора одной из дочерних компаний, которая занималась транзитными поставками нефтепродуктов по России. Там я отработал до 2007 года, далее поступил предложение стать коммерческим директором ЧПС «Нефтепродукт» и спустя три года я стал вице-президентом его движения «Нефтепродукт». В мои обязанности входило именно нефтепродуктобеспечение и закупки по всему холдингу и, соответственно, развитие автозаправочных станций. Наша радиостанция тоже исполнилась круглое количество лет в этом году. Десять, правда, всего лишь. И я вспоминаю, что было здесь тогда, когда я сюда пришла. Целыми днями звонили на городские телефоны каким-то чиновникам. Теперь просто можно любому позвонить на мобильный. Там уже дальше всякие правила вступают в силу работы с пресс-службами или нет, открытый этот человек или нет. Но, в принципе, все открыты и доступны. Благодаря технологиям за 10 лет очень многое изменилось. Вот в вашей работе и в вашей компании этот промежуток, вы вообще заметили какие-то изменения технологические, психологические, может быть? Может быть, люди поменялись уже сами по себе, не просто вместо Марии Петровны, Елены Ивановны, но это другое поколение? Безусловно. Безусловно, эти изменения есть, как и в технологиях, так и в отношениях людей. Переформатировали станции. Начали менять технологическое оборудование на более современное. Делали реконструкции. Делали магазины при автозаправочных станциях. Это тоже повлекло за собой определенные изменения психологии людей, потому что первоначально операторы очень боялись, что все украдут, не надо открывать и так далее. А сложно вообще было решиться на такой шаг? Ведь всегда была заправка-заправка, а теперь она такая уже и нет. Иногда это вообще островок культуры, можно сказать, где-то, и цивилизации на трассе. Я думаю, я, скажем так, за себя скажу, я исхожу из того, что лучше что-то сделать и попробовать, чем вообще ничего не сделать. Это эксперимент ведь? Правда, это был эксперимент. Мы попробовали на одной, на другой, на третьей станции. Да, все пошло успешно. Поэтому этот формат стал сразу распространяться на все станции. Люди, которые достаточно быстро, операторы приспособились именно к работе в новых условиях и смогли найти, на что сделать упор, они выстрелили. Соответственно, глядя на эти коллективы, мы их ставили в пример другим станциям и, соответственно, говорили о том, что не нужно ничего бояться. Вы смотрите, просто давайте будем делиться опытом. Соответственно, тогда вопрос у нас встал в том, чтобы опыт тех успешных операторов, которые смогли быстро наладить именно работу магазинов при АЗС, мы перенимали и ставили в пример другим станциям. То есть именно те методики, практики, которые использовали операторы. То есть именно этот маленький опыт, который они наработали, мы уже его начинали применять сразу на других станциях. А учились вот сами на своих ошибках, получается? По большому счету да, но мы, тем не менее, проходили и практики, и семинары, ездили на специализированные учебы для того, чтобы понимать этот процесс, делились с коллегами из других регионов. Вот по части психологии, кстати, в других регионах отличается вот сейчас? И вам приходится как-то подстраиваться? Не знаю, там, ну, может, другие водители там ездят, другие какие-то правила поведения существуют, другие запросы. Нет, такого нет, по большому счету у нас везде все стандартно, люди живут везде одни и те же, у каждого, конечно, есть там какие-то свои вопросы, проблемы и так далее, но в основном массе все стандартизировано. Ну, нигде нет более вежливых, например. Нет, в этом плане мы, ну, скажем так, не замечаем, что там какой-то регион, он более вежливый и так далее. Нет. Мы пытаемся сами эту атмосферу создать для клиента на станции, тем, чтобы он пришел и ушел с частичкой добра в себе, и, соответственно, у него на весь день был хороший заряд настроения. Мне вот почему-то сейчас представляется прям вот какая-то заснеженная трасса, темный лес, там 10 часов утра, все еще темно, и ты доезжаешь наконец до какой-то там автозаправки, такой оазис, там светло, там тебя ждут всегда, это правда какой-то... Да, это островок. Действительно важно, не просто какие-то технические функции выполнить. Вот смотрите, вы же с компанией не первый экономический кризис проходите. Этот 2020 год можно назвать самым сложным? Или уже когда есть опыт, ты по-другому смотришь на такие вот вызовы? Да, если оглянуться назад, конечно, было много разных кризисов, они были разного характера, вызваны разными причинами, но если смотреть конкретно 2020 год, то нам в этой части немножко повезло. Почему? Потому что мы входили в отрасли, которые являются отраслями жизнеобеспечения, не на день свою деятельность не останавливали. Да, продажи упали, упали существенно, особенно это было в первый месяц, два месяца закрытия, это апрель и май, но тем не менее нам хватило тех запасов прочности, которые у нас были сделаны заранее, пройти этот период. А дальше уже пошел период восстановления, плюс еще что нам помогло в связи с тем, что были закрыты границы для международного туризма, люди активно путешествовали по России. Почувствовали это? Да, и соответственно, мы по летнему периоду у нас продажи даже превзошли прошлый период. То есть это о чем говорит, что люди достаточно активно ездили, активно путешествовали, причем именно очень много было иногородних, те, кто проезжали транзитом, такая тенденция. А внутри компании, получается, обошлось без потрясений, коллектив сохранили? Да, да, все, слава богу, обошлось. Да, у нас первый период, когда только все началось, мы прошли без единого заболевшего, то есть мы все меры приняли необходимые для того, чтобы избежать заболеваний в компании. Единственное, у нас уже, когда началась вторая волна, тогда, да, уже вот были заболевшие, они и сейчас есть, но на сегодняшний день там 6 или 7 человек из 700 человек. То есть это, по сути, очень-очень мало. 700 человек, большой-большой коллектив. Куда вы его ведете, скажем так? Понятно, что сейчас вообще, да, мы поняли, что все ненадежно, вообще вот этот 2020 год нам показал, что все планы хрупкие, зыбкие, но все равно не нужны. Да, здесь важно всегда играть на опережение. Чем лучше ты готовишь людей себя к каким-то потрясениям, тем потом это проще, как говорится, встречать. Вот, допустим, когда пандемия только началась, мы за год до этого подключились к системе платежей без захода на станцию, то есть это система Яндекс и Бензубер. То есть, соответственно, эта система была, и когда началась пандемия, и нужно было минимизировать контакты между людьми, соответственно, мы начали активно говорить о том, что, ребята, есть такая система, пожалуйста, оплачивайте ГСМ, не заходя на станцию. Использование данной систем, оно возросло в период пандемии, то есть это услуга, которая оказалась именно востребована, то есть мы к этому оказались готовы. Вот, сейчас мы прорабатываем вопрос запуска мобильного приложения, запуска виртуальной карты лояльности, где тоже будет реализована система оплаты без доступа на станции, и также у вас будет в мобильном телефоне виртуальная карта, не нужно с собой носить пластик, потому что телефон всегда с собой. То есть движение больше в сторону технологий каких-то, да? Да, больше технологий. Удобство, оптимизация, там, без отравления. Автоматизация некоторых процессов, но автоматизация и автоматизация тоже рознь, нужно смотреть, что в итоге принесет, то есть какой будут экономические эффекты, насколько это будет удобно людям. То есть, поэтому мы смотрим, какие отдельные бизнес-процессы мы можем автоматизировать с тем, чтобы в дальнейшем мы могли что-то, условно говоря, переложить на машину без использования человека. Потому что, на самом деле, вот эта удаленная работа, изменение графиков, подходов в период вот таких потрясений, как эта пандемия, показали, что есть ресурсы внутренние, по которым мы можем оптимизировать рабочие и бизнес-процессы. И, соответственно, вот в этом направлении мы сейчас анализируем и будем принимать решения о дальнейших шагах, в том числе и по автоматизации. Вот смотрите, часто журналистов ругают, я не знаю, вы тоже среди тех, за то, что мало хороших новостей. Нет, я к любым новостям отношусь абсолютно нормально, главное, чтобы они были объективными и честными. Вы были источником хороших новостей, одним из немногих. Очень всегда приятно рассказывать о таком, когда компании помогали в период пандемии, и вы тоже в этом приняли участие, передавали тонны топлива для скорой, чтобы помочь сэкономить средства. Скромно, конечно, все предпочитают об этом, ну, чаще всего молчать о таких добрых делах, но мне кажется, об этом нужно рассказывать, чтобы, ну, не только дурной пример заразителен, но и хороший. Были у вас какие-то акции еще или планируются? Все возможно, мы тоже идем, скажем так, исходя из своих возможностей. Да, в этом году мы передали 5 тонн, 5 тонн дизельного топлива для скорой помощи Кирова. Что будет еще? Ну, поживем, увидим. Сейчас сложно что-то загадывать, посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться, потому что говорят уже, что, возможно, и третья волна. Вот, поэтому будем смотреть. Если будет необходимость, конечно, мы всем, чем можем, поможем. Вот она, неопределенность, которая властвует. Если говорить еще о будущем, чувствуете ли вы какие-то там угрозы со стороны электромобилей, еще каких-то гибридов, вот этих вот технологий, которые идут? Ведь у нас уже Илон Маск запускает возвращаемые ракеты в космос. До нас тоже когда-то все это дойдет? Нет, в любом случае мы следим за теми новостями, которые идут в части развития новых технологий, в том числе и электромобилей, водородной технологии и так далее. Но я понимаю, что с учетом того, как у нас государство на все это реагирует и какие меры принимаются у нас, я не думаю, что это произойдет достаточно быстро у нас. Плюс надо учитывать, что возьмем, допустим, ту же самую Европу, там, Норвегию, которая на сегодняшний день является лидером по продаже электромобилей. У них они даже превышают продажи машин с обычным двигателем внутреннего сгорания. Проблема у нас, у нас большая страна, и не везде, скажем так, технологию электрозарядки, той же самой, да, можно применить, так как большие расстояния. Норвегия та же самая, возьмем, у нас страна маленькая, то есть переехать там куда-то достаточно просто, удобно. Во-вторых, надо смотреть на законодательство, то есть как государство поощряет покупку электромобилей, какие дает льготы, то есть там заезд в центр города. Ну, это, понятно, и касается столиц, там, где достаточно большой поток идет, где центр города, как правило, закрыт для машин с двигателем внутреннего сгорания, а для электромобилей, наоборот, да, по блажке, что можно заехать и можно даже ставить на парковку бесплатно. Вот, поэтому здесь нужно смотреть, как государство будет какую политику в этом плане проводить. У нас достаточно сильное нефтяное лобби, надо смотреть, что будет дальше происходить. Но, наблюдаем. Наблюдаем. Как будет Алексей Алексеевич. Заканчивается время нашей программы. Вроде поговорили о прошлом, о будущем, но хочется побольше. Надеюсь, вместе с компанией движения мы будем дальше вместе и успеем обо всем. В завершении, к 40-летию, пару слов для ваших сотрудников, коллег и партнеров. Пользуюсь случаем, поздравляю всех наших сотрудников, наших партнеров, членов их семей с юбилеем нашей компании, а также с наступающим Новым годом. Всем добра, счастья и самое главное здоровья. Берегите себя. Здоровье – это теперь очень важно, мы поняли. Это был вице-президент компании «Движение нефтепродукт» Рустем Садыков. Я Ольга Близина. Всем доброго дня.